здравствуйте уважаемые друзья по вашей просьбе я сделаю еще один фильм где будет показано как вообще в походных условиях можно изготовить мушку из того что мы можем найти или в машине или на дачном участке практически из того что будет у нас под ногами и под руками давайте приступим значит я беру вот крючки попались мне в магазине я использую их для стримеров изготавливать мы будем с вами имитацию с нимфы веснянки значит по возможности желательно чтобы сам крючок имел ну несколько больше длину цевья чем у меня а грузить естественно в наших полевых условиях мы не сможем поэтому я буду использовать проволоку значит что касается самой проволоки можно подобрать разных диаметров то есть тех которые вы захотите для себя как можно больше или меньше грузить как я уже вам отвечал на ваши вопросы что вязать в руках значительно легче чем в том фильме что я вам показывал где вяжется наша нимфа зажатая в тиски так как я имею больше степеней свободы и могу спокойненько уже здесь смотреть слева справа как у меня будет получаться район грудки я стараюсь ну вот как можно больше вот таким шариком грузить и как вы видите кусочек проволоки у меня остается я его не трогаю длины мы можете оставить как она у вас есть и движемся теперь по тихонечку сторону нашего загиба стараемся как бы виточек квиточку вот оставим она у меня на катушке я ее просто застопорил оставляем в таком положении и перейдем к нитке нитку можно использовать любую поэтому здесь уже не имеет значение я возьму на бобинодержатель и на катушке тоже не имеет значения значит вы для себя можете допустим подобрать взять и швейную то есть в данный момент здесь роли никакой не играет закрепим ну вот сколько у меня будет получаться до моего загиба загиба это совсем не составляет никакого труда оставляем в этом положении но опять же ножницы мы никуда не денемся у нас должны хотя бы какие-то нет ножниц можно это спокойно отрезать и ножом единственное это то что у нас как говорится нет клея будем считать что нет клея убрали проволока как видите у меня остается я ее придерживаю в руках нитка точно так же теперь что нам необходимо мы должны подобрать перо ну вот у меня допустим есть такое перышко или можно посмотреть допустим найти фазан охотничий сбрасывает перья можно и с такого пера изготовить то есть больших вопросов в том чтобы где-то подобрать на природе перышко не составляет я возьму вот в основном вот эту часть которая в большей степени как пуховая мне нужен мягкий хвостик который будет хорошо всасываться при поклевке рыбой складываем его в небольшой вот такой пучочек перекладываем чтобы было нам удобно вымеряем приблизительно длину она должна у нас как обычно как у каждой нимфы равняться приблизительно длине нашего тела и притяжной петлей как у нас будет получаться походных условиях начинаем подхватывать наш хвостик те допустим пуховая часть как у нас остается достаточно ее по величине добавлять мы ничего не будем закрепили значит для того чтобы можно было переходить к другим элементам и нитка у нас не развязывалась я обычно беру и делаю вот такой хотя бы один или два накидных узелка все теперь как вы видите я могу спокойненько оставить у меня никуда материалы не уходят для чего я это делаю нам вот как вы видите имеется вот такой кусочек изоленты мы спинку по ширине нашей нимфы вырежем положим в стороночку и отрежем полосочку чтобы накрыть нашу спинку скажу сразу что вот в таком варианте мною это уже опробовано и работает как желтых цветах как в красных цветах то есть практически в любом цвете работает ну и теперь как обычно нам остается только лишь сейчас захватить с вами эту изоленту так чтобы она у нас находилась сверху есть небольшие неудобства так как клеящая часть у нас находится с вами сверху материал будет немножечко цепляться главное подхватить провернули и окончательно уже стараемся закрепить ее у хвостика так чтобы у нас наша изолента находилась строго сверху закрепили сделали опять узелочек и теперь остается вопрос по поводу даббинга вот у меня как я уже неоднократно вам показывал это я начисал под шерстка из своего кота любимого поэтому нам теперь необходимо расщепить мы с вами не сможем поэтому вот у меня есть кусочек церковной свечки это в качестве дабб ваксы мы можем использовать значит немножечко промазали нашу нить и берем небольшими порциями так чтобы вышло у меня вот такое такой длины штапельное волокно толщина его в данный момент у нас не играет никакой роли так как мы с вами только лишь вот для того чтобы подхватить и слегка вот так прокрутите основной материал больше не надо крепить так как мы с вами парой оборотов возвращаемся к нашему загибу и теперь учитывая то что у меня вот достаточно видно здесь находится моей шерсти я начинаю скручивать в одну сторону даббинговую нить не отпускаем и начинаем прокручивать наш выполнять обмотку нашего тела если есть необходимость то 1 2 3 ну вот сколько у нас выйдет столько мы и выполняем оборотов нашим даббингом дошли до грудки здесь мы с вами должны остановиться и решить или же будем выполнять обмотку дальше хотя точно так же можно и дальше выполнить обмотку но учитывая то что я хочу сделать имитацию лапок то я возьму перо которое мы с вами обрывали для хвостика и закреплю его здесь но для начала мы с вами переламываем нашу изоленту она достаточно хорошо и крепкого так садится сверху на нашей нимфе удерживаем в таком положении там где у нас была закреплена грудка подтягиваем чтобы не было горбылей помогаем средними любыми пальчиками которые у нас остаются не задействованы вот как вы видите у нас спокойно отгибается еще достаточно места для изготовления грудки и теперь у нас оставалась с вами проволока мы должны взять и аккуратно выполнить обмотку по нашему телу нашей проволокой это будет и сегментирование и в то же время достаточно крепко будет держаться наша спинка если нет можно эту операцию выполнить с помощью этой же монтажной нитки которой мы изготавливаем нашу немку промотали удаляем теперь наш нашу проволоку мы ее закрепили этого вполне достаточно как вы видите вышла вот такая спинка и вышла вот такое симпатичная брюшка даст достаточно симпатичная теперь мы берем перевал переламываем обратно нашу изоленту и стараемся скрыть то место где мы крепили нашу проволоку слегка зайдем за место крепления берем теперь наше перо как вы видите длина бородок здесь ну очень большая поэтому вариантов есть несколько или оборвать но начать мотать с этой части или же потом можно подрезать перо достаточно мягкая поэтому исходя из из этого я лучше конечно потом эти лапки я подрежу ну и как обычно удерживаем парочка витков будет вполне достаточно чтобы хорошо закрепить остатки я удаляю и вот оставшуюся часть также берем теперь наш даббинг если есть возможность пожалуйста используйте темнее светлее как вы захотите но вот серый и оливковый цвет в данный момент достаточно хорошо работает и практически по любой воде по любой погоде также подхватили подмотали и опять берем подматываем как работаем как со штапельным штапельным волокном хорошо делаем хорошую пышную грудку если нет пера то скажу вам сразу можно потом взять иглой ну любым инструментом нож шила которая у нас имеется и потом спокойненько взять и намотать начесать вот здесь эти лапки значит я беру теперь наше перо переламываю его так чтобы у меня хватало здесь ну два три сколько у меня выйдет лапок это один вариант второй вариант мы с вами можем взять перо и произвести вот так вот допустим обмотку как вы выберете для себя сами это для вас уже будет не принципиально нить я перевожу ближе к колечку переламываю перо удерживая его в положение слегка увлажнив пальцы убираю необходимое количество мне бородок для того чтобы обозначить мою лапку как вы видите я держу перо не отпускаю и здесь же шу колечко левой рукой делаю два три вот сколько у меня выйдет оборотов теперь я беру переламываю перо обратно и уже перед пером выполним опять пару оборотов убираем вот так культурненько увлажнив все и уже здесь мы должны с вами потом в дальнейшем сформировать головку перо достаточно крепко у нас уже держится поэтому мы можем с вами удалить остатки пера удалили теперь увлажняем пальцы и аккуратно стараемся не потерять теперь перья которые мы с вами отложили для лапок оставить вот в таком положении и берем теперь остаток нашей изоленты подтягиваем и формируем с вами головку желательно натянуть так чтобы ну вот если камера сможет передать на точкам удерживаем и опять же же также держим уже за само колечко с вами выполним пару оборотов чтобы окончательно уже закрепить нашу изоленту немножечко не симпатично но в то же время работоспособная нимфа будет и теперь остается всего лишь опять увлажнить пальцы чтобы наши бородки не попадали увести их вот так назад с вами выполнить здесь головку ну скажу сразу что выйдет она у нас достаточно выдающаяся это не страшно потому что в полевых условиях это все допустимо вот так и теперь как я обычно вам показывал я беру вот перевар переворачиваю делаю один накидной под весом катушки или же нет нитки самой я удерживаю следим за тем чтобы наши бородки не попали под нашу нитку затянули вот и все друзья как вы видите достаточно достаточно будет ну парочку можно допустим взять ручку колпачок это вот у меня узловяз остаток ручки был можно выполнить пару накидных накрутили и с вами сбросили этот узелочек опять накрутили и сбросили узелочек подберете или трубку захотите можно обыкновенно так руками скажу сразу что желательно вот все вот эти наши узелки потом пройти каким-либо клеем потому что 20-30 узелков не заменят нашего лака или клея вот и все как вы видите достаточно симпатичная привлекательная наша нимфа готова к работе пробуйте экспериментируйте с цветами работает оливковый любой практически благодарю вас за внимание до скорых встреч по до 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 Продолжение следует...